Ваша карта заблокирована, подойдите к банкомату, позвоните по телефону и, к сожалению, на сегодняшний день имеют таких 13 штук. С начала года? За первую классу 13 таких мошенничеств. Если мы в прошлом году имели 12 мошенничеств за год таких, то на сегодняшний день только за 3 месяца мы имеем уже 13. И люди приходят, люди звонят, переводят деньги, собственно, и потом уже понимают, что их обманули таким образом. Ну и еще один вид, тоже нанотехнологии, это где уже приходят сообщения о том, что ваши деньги переведены куда-то. Но таких пока незначительное количество. То есть человек вообще никаких действий не производит, и в итоге потом узнает, что с его счета снято какая-то сумма денег. Ну, тут какая-то сумма, там не бывает, что и не все. Но, как обычно, опять же, старый способ, самый старый способ, это снятие порчи. Хотя вот по снятии порчи, допустим, по ситуациям, где соцработники, да, начинаем делать обход, и даже соседи удивляются, и родственники бывают, удивляются. Говорят, но нас-то не пускает бабушка, все через дверь. Как же, говорит, вот... Пускают. Людей, которые вот именно мошенники. Размены пятитысячных дублей, как на сегодняшний день. Значит, мы имеем здесь некоторые раскрытия. Человека задержали. Значит, сейчас он находится в Тихвине, там тоже он совершал. То есть параллельно здесь и у нас, и по области. Значит, схема тоже простая. Человек заходит на почту, значит, смотрит, когда... Значит, получил денежку, подходит, говорит, не поменяйте пять тысяч, естественно, в виде о том, что у него есть тысячные. Ну и, соответственно, дабы помочь, значит, меняем деньги, у людей оказывается пять тысяч дублей. Опять же, под видом различных соцработников заходят в квартиру, говорят о том, что, значит, вам прибавка к пенсии, тысяча рублей. Значит, вот у меня сейчас есть пять тысяч, дайте мне четыре тысячи сдачу. Ну, соответственно, значит, бабушка, дедушка дают четыре тысячи сдачи, потом оказывается, что это совершенно не деньги. Это заказы по интернету различного товара. Когда сначала надо перечислить деньги, а потом, естественно, ни человека, ни товара, ничего нет. Вот этот вид мошенничества тоже сейчас распространяется. Вид мошенничества – это вообще очень сложный процесс раскрытия, потому что на сегодняшний день, особенно с учетом нанотехнологий, люди находятся далеко за пределами Ленинградской области, совершенно в различных регионах России, а паромы сейчас уже не пропортируются, что вообще за границей, люди не зарубежные, в Украине в основном все. Поэтому раскрыть такие преступления очень сложно. В конце концов, если есть магазин, аптека, зачем им покупать, когда тебе принесли на ду? Такая нецекоррект наружи. Это вообще даже десятки раз, потому что в аптеке 2 рубля стоят, а тут они и говорят, что вообще такую рекламу дают, что вообще без этого прибора жить нельзя. Остановимся на магазинах. Значит, по грабежам за первый квартал было 5 плюс 1 к прошлому году. Мы пока на сегодняшний день имеем 100% раскрываемость. Значит, по разбоям, это два разбоя, у нас в этом году зарегистрировано, минус 1 к прошлому году. Значит, если говорить о том магазине, который мы обсуждали, на сегодняшний день лица задержанных. Значит, имеются лица, они задержанные, и проводится работа уже по доказательной базе направления в суд. Значит, с выделением земли по строительству услуги мы проводили совещание в администрации. Значит, с руководителями администрации Виктор Иванович Гешев был, значит, решено, значит, и оговорён вопрос о делении, значит, земельного участка по строительству здания в районе Устуги. Вопрос о выделении, значит, штатной численности по делению полиции в главке решён, и как только будет... Где открывать? Виден, да, процесс того, что уже можно будет перерезать таблеточку когда-то там, да, то есть этот вопрос будет до конца решён. То есть сейчас просто нет смысла выделять штатную численность, просто нигде людей размещать. На сколько там будет человек? Порядка 30 человек, я думаю, что вполне будет достаточно. Дежурная часть будет, там можно будет уже людям обратиться, будет конкретно куда прийти, написать заявление, где её там примут, ну и так далее, и так далее. Где будет патрульно-постовая, там участковые, оперативники. Вопрос, у нас с экономическими преступлениями что-нибудь есть? У нас вообще отработают? Значит, с экономическими преступлениями мы отработали в этом квартале и возбудили уголовные дела по, значит, мошенничеству, там, да, было у нас возбуждено порядка 30 уголовных дел. Это где уделялись денежные средства по малому и среднему бизнесу. Но настолько в итоге потом пошло так далеко, что теперь уже данное уголовное дело расследуется в ГСУ, значит, потому что данные факты оказались не только присутствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok